Встреча с молодыми людьми Вопросы, на которые вы находите ответ уже в ходе рассуждения Вы знаете, говорят, не кричат только мертвые дети И вопросов нет только у мертвых людей Поэтому, конечно, есть В проекте после уроков традиционно проходят встречи с представителями той или иной профессии Церковное же служение вряд ли можно назвать профессией в строгом смысле этого слова О чем во вступительном слове сказал настоятель Винского храма Александр Невского Я священник и дома, я священник и в храме, я священник и в школе здесь, как и отец Максим Это не совсем, скажем, работа Но, безусловно, и все особенности работы присутствуют в этом служении Действительно, для священника служение является неотъемлемой частью жизни А потому и отношение к ней, как к труду, особенное Слово такое неприятное, карьера, какой-то там оттенок, не очень такой, якобы, духовный Из-за рез слова Так вот, оказывается, что в словаре слово карьера значит путь Жизненный путь Ну, по-китайски да Тут мне стало все понятно Я понял для себя, что я сделал карьеру священника В разговоре со священником нет запретных тем Кроме всего прочего, он примерный семьянин У него девять детей и пятеро внуков А потому он с удовольствием обсуждал самые важные для молодых людей темы Старшеклассники, это 9-10 класс, 11-й Тема семьи, у них интересует Любовь, взаимоотношения Вот в основном семья, семья и тема любви у них, это очень актуально Опытный оратор, протеерей Максим Первозванский является частым гостем на телевидении А общаясь с молодежью, не стесняется ни сленговых словечек, ни совершенно неожиданных аллегорий То есть, как бы никакой, никакой, собственно, движухи Вот когда я куда-то, Роскин остановился Не происходило вообще Говорят, я атеист, и я против церкви Попы зажрались, золотые кресты на пузо напялили, на мерседесах ездят Борис Борисович Камещаков позавчера 65 лет исполнил Представляете, до сих пор поет, а пел еще Я инженер на сотню рублей, больше я не получу В ходе встречи гость ответил и на ряд вопросов, присланных накануне встречи по электронной почте Но главное, живое общение с залом Как выясняется, многих молодых людей волнуют проблемы буквально вселенского масштаба Какие вопросы вот интересуют, которые можно задать именно священнику и получить на них ответы? Ну, мне кажется, это вопрос добра и зла Как лучше отнестись к этому миру, мне так кажется А что именно вот в мире не устраивает и где именно столкновение идет добра и зла, на ваш взгляд? Ну, в обществе, в школах бывают разные мнения у людей И при этом получаются стычки такие между одноклассниками, например На протяжении четырех лет проект после уроков не теряет своей актуальности Давая возможность подросткам сориентироваться в современном мире Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Фидное ТВ